Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее и ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Доброе утро, Евгений. И в нашей студии сегодня очень светлый человек во всех смыслах. Оскар Спаулинч. Доброе утро. Художник по свету официально национального театра, да? Да. Это место постоянной работы. Родное место. Но при этом вас можно увидеть во многих театрах, не только Латвии. Да, да, бываю в Москве. Вы успеваете работать всюду? Мне нравится работать, мне нравится свет, да. Да. Вот первый вопрос. Как вы вообще оказались на этой работе? Что вот мальчика в школе заставило пойти и куда, чтобы научиться такой профессии? Там все было очень просто. Я ходил в средней школе, в 10 классе, когда моя мама, которая была руководителем осветительного цеха в национальном театре, позвала меня поработать, чтобы просто знала, что я на месте, не делая какие-то глупости. И мой вопрос был, а какая будет заплата? И я даже не знаю, это был вопрос, или мне просто сказал. И в то время это было 100 лат. 100 лат! Давай. Я согласен. И все это началось. Я пошел в театр, шаг за шагом смотрел, делал, взял все, что мог, как и делая все это, и сейчас познакомился с новыми людьми, режиссерами, сценографами, осветителем. И как-то шаг за шагом это все пошло. А образование какое-то есть специальное? Или это действительно просто такой рабочий путь? Нет, специального образования у меня нет. Я немножко был в Санкт-Петербурге, в Лондоне. Я читал много об этом. И что я это делаю? Да. Но вы же говорили, что у вас учитель есть, да, с которого вы вот все время... Многие. Многие, да? Многие. Это же очень такая интересная профессия, и свет. Люди, когда зрители сидят в зале, они его, конечно, понимают, видят, чувствуют, но как это создается, это же особое волшебство. Учители. Да. Мне кажется, хочется сразу... Первый, главный. Это, конечно, моя мама, но дальше будет Игорь Капустин. Да. Игорь Капустин, который показал, что не что, а что это такое свет, как можно с ним работать, как можно с ним жить, и как это красиво и круто. Да. Каждый раз приходить, делать это новое пространство и придумывать новый мир просто на сцене. И это сразу, это сразу, как я был в театре, как я познакомился с Игорем. Это было просто круто. И я здесь. А кого вы еще смотрите? Кто для вас визуально, какие спектакли вы смотрите и думаете, о, круто придуманном, я еще этого не видел. Было такое за последнее время? Ну, конечно. Я имею в виду, может быть, на видео, может быть, какие-то зарубежные, европейские, американские спектакли. Что-то такое вы видели? Сразу все думают, что знаем Глеб Филищинский из Москвы и Евгений Гансбург. Это Москва. Конечно, таких много. И два-три я могу назвать из каждого. Кто умеет делать какие-то фокусы, да? Да, 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 да. Конечно, это... У нас это такой маленький круг, где пару людей, которые что-то пытаются делать. Но, в принципе, в мире, в России же настолько много театров, там много этих людей. Ну, там тоже каждый год в «Золотой маске» одни и те же фамилии. Тоже правда. Да, тоже правда. И меня тоже приглашают в Москву. А какой спектакль в Москве был сделан? Расскажи, пожалуйста. С кем вот ты делал спектакль? В каком театре? Я работал... Мне кажется, что первое это было с Кириллом Серебренниковым в Гоголь-центре. А это была Кавка. Кавку сделал, да? Кавка, да. Ну, там еще и видеопроекции, просто половину спектакля занимают. Да, конечно. Как всегда, когда делает Кирилл, там все. И вам надо было много работать вместе, да? Потому что это, конечно, очень сложное сочетание видеопроекций и света, чтобы это работало полноценно. В принципе, Кирилл тоже, он делает сложные спектакли. И это всегда работа вместе. И мне кажется, что это было очень-очень хорошо для меня. Это работа с ним. Я много узнал, много видел. И думаю, что тоже помог спектаклю. Да, это Гоголь-центр. И еще я работал... А, тоже с Кириллом мы работали, мы делали оперу. Чацкий. В Геликон, в окне. Маяковский. Там был один студент Карбауского. Театр Маяковского? Да. Анатолий Шульев. Ага. С ним мы сделали, мне кажется, что два спектакля в Маяковке. В Пушкинском театре тоже с ним. Что еще было? Ну, то есть, даже московские театры ты уже тоже освоил и знаешь. Что-то я знаю. Это, конечно, немного, но да. Ну, хорошо. А вот если мы скажем про процессы. Вот собираются в театре поставить спектакль, да? Режиссер работает с художником, с сценографом изначально, плотно, чтобы придумать это пространство, в котором... Когда тебя позовут подключаться? Когда ты к ним подключаешься? Или ты приходишь в самом начале с ними, все-таки говоришь с этой группой о том, как это все будет, а потом тебя отпускают, начинается репетиционный процесс, и потом в какой-то момент ты подключаешься? Как у тебя обычно бывает? Как и был вопрос, что художник работает с режиссером, и тогда бывает всякое. Когда мы говорим в начале, тогда есть опшен, что мы говорим где-то в среду, когда они что-то не понимают, и поняли, что надо позвать меня, чтобы понять, как работать дальше. Но, в принципе, я думаю, что да, это в самом начале мы будем делать спектакль в театре X, спектакль Y. Следующая, конечно, это в театре макет, макет, как это называется по-русски, тоже это макет. Макет, да. Макет – это маленькое изображение, сцены, как она будет выглядеть, такая игрушка. Макет или там 3D… Или 3D-верификация на компьютере, да? Да, точно. Но, в принципе, моя работа самая активная – это неделю перед спектаклем. До этого мы можем говорить много, не так много. Это, конечно, важно, какой это спектакль, какая декорация. Говорить надо всегда об этом, да? Тогда я спрошу. Вот сезон, вот этот такой странный, который в марте оборвался. Но, тем не менее, вот в Национальном театре было выпущено много спектаклей. Какие из них твои? Что ты успел в этом сезоне сделать в Национальном театре? Так, в Национальном театре большой спектакл был «Инар Слуцка» и «Арма». «Катлз» сначала еще. «Катлз» был тоже. В сентябре. Это для меня всегда сложно. Ты не помнишь обратно? Да, да. Я всегда тогда мне надо… Когда я свой CV делаю, я тоже смотрю свои картинки. Ну, мне, как многие художники по свету, мой друг – это мой фотоаппарат в телефоне. И мои вещи, мое зрение, это работает через камеру тоже очень много. И все, память тоже в телефоне иногда. Да, «Катлз», «Ярма». Это два спектакля, которые поставила «Инара Слуцка» в Национальном на большой сцене в прошлом сезоне. Алиса. Да, Алиса. Алиса. Это Инга Труопа. Да, это про путешествие Алисы в Стране Чудес. И надо сказать ведь, что это тоже очень технологический спектакль, да? Это был сложный тоже спектакль технический, всяких… Придумано там много всего на сцене, видео. Да, там было так много, так сложная декорация, и как все это сделать. Ну, сделали. Но там видеопроекция тоже очень интересная работа. Да, 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 конечно. Там декорации тоже сделаны, чтобы свет и проекция работала не так, как мы это обычно видим на сцене. То есть это был такой сложный опыт вообще сочетания, да? Дерать – это «Миракл», да, 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 на сцене пытались. Хорошо, а малые сцены, ведь там же тоже нужно уметь работать на малой сцене? Конечно, конечно. Вот какие спектакли твои тоже? Давай вспомним, чтобы мы сказали слушателям. Первый спектакль малой сцены, который я вспомнил, это когда я первый раз получил «Спелменный приз» – это «Эзеринч», «Элмар Сэнковс». Это то, что ты вообще сделан первым на малой сцене в национальной? Нет, я думаю, это не первое, это просто я вспомнил, потому что это был первый приз, это был… Ну, я не ожидал этого. Я не ожидал, потому что там еще был Игорь, в то время они делали большие такие спектакли, где я смотрел, думал, вау-вау-вау. А там один маленький мой, «Эзеринч». Ну, это был очень крутой спектакль. С «Элмар Сэнковсом» тоже, «Антигооне», «Зэнс». Да, на малой сцене я тоже много работал. И это тоже интересно, потому что это другой мир. Большая сцена, маленькая – это разные пространства для меня и моей работы. А вот этим летом вы же сделали проект, который был связан исключительно со светом. Вы придумали такой аттракцион именно на малой сцене Национального театра, где зрители погружались просто в какой-то аудиовизуальный такой перформанс, в котором участвовали в основном разные приборы световые, которые вы разместили по всему пространству малой сцены. А почему малая? Почему небольшая? Честно говоря, просто технические возможности, как я это вижу, не для большой сцены. Я просто взял то время в театре, ничего не происходило. Ну, всё было перекрыто, потому что никто же не мог ничего делать. Как все в то время в театре. И я собирал всю технику, понял, сколько мне её, ну, что это такое. То есть ты сделал инвентаризацию. Такой хороший русский язык есть. Ты сделал инвентаризацию своего богатства. И понял, что на большой сцене немножко не хватает, чтобы делать только из света, из приборов. И тогда понял, что давай малую сцену. И мы просто начали. Мы даже много не думали. Я просто чувствовал, что это надо делать. У нас Яанс говорил, Яанс, наш директор, он говорил, делаем, есть, делаем. И всё это началось. И у меня это, в принципе, была идея. И тогда в процессе, который был даже, не знаю, месяц, немножко больше, дошли до этого, что... Что устроили такой аттракцион у себя на сцене. Такой художественный взгляд на пространство, свет и звук. Ну, там звук был просто как фон, но он же от него зависел. Даже не фон. Он тоже был участник. Да, я... Но свет у тебя танцевал. Я даже ещё не назвал это точно им, что это было. Я делал. Тот момент я делал. И я был очень счастлив, что я мог это сделать. Это было очень интересно для меня. И мы вместе с Каспарсом Звигульсом, который тоже помог какие-то вещи делать. Потому что одному работать, это всегда как-то бассейн без воды. И когда мы с Каспарсом, это был один язык. Мы говорили, сделали. И это было просто, на мой взгляд, это было классно. Ты доволен очень этим, да? Очень, 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 да. А возможно ли это периодически ставить? Или это сложно, потому что вы собираете аппаратуру отовсюду? Технический, да, да, да. Техническая часть, это в принципе невозможно. Если что-то в театре происходит... Кому-то повезло, кто увидел. Да, 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 да. Это было три дня, три сеанса, вечер. Кто-то видел, кто-то не видел. Ждём следующее время. И я надеюсь, что на большой сцене, что вместе с театром тоже придумаем как-то сделать команду побольше, серьёзнее это сделать и на большой сцене. Ну вот я посылала тебе съёмки. Театр Вахтангов в этом году открыл свой сезон юбилейный. После многих... Ну как бы там был долгий период реконструкции. Это не одноразовая была. Постоянно доводит театр до какого-то совершенства. Но мы же понимаем, что это каждый год можно делать, потому что технологии устаревают, и можно в следующем году снова его как бы там подгружать какими-то новыми вещами. Вот в театре Вахтангов очень следят по техническим параметрам за тем, что происходит, и каждый год постоянно обновляют, обновляют, обновляют своё оборудование. И сейчас это, наверное, действительно один из самых крутых театров в Москве в России. И везде это было видно. Это было видно, да? Вот в интернете можно посмотреть записи этого технического шоу, которое было сделано на открытии сезона. То есть театр Вахтангова впервые не вывел на сцену труппу, а показал своё техническое совершенство. Да, сцену и свет. Да, сцену, возможности сцены, возможности света и много чего другого. Таких видео я смотрю много из всего мира, чтобы… Да, я тоже смотрю видики, чтобы просто какие-то идеи брать себе. Придумывать, как их можно. Придумывать как-то, да. Как их можно через себя пропустить, добавить что-то и сказать, «О, это круто, но можно сделать ещё круче». Примерно так? Да. Хорошо. Я тебя спрошу вот о чём. А ты сам смотришь спектакли, которые ты не выпускаешь? Ты успеваешь смотреть что-то в театре? Мало. Ты ходишь куда-то в гости? Да, я пытаюсь. Я пытаюсь. Когда у меня свободное время, конечно, я пытаюсь это делать. Я пытаюсь идти на спектакли, на виставки, на концерты. Да, да, я это делаю. Но ты всё равно приходишь туда как профессионал и смотришь, что они делают. Ты же не можешь от этого избавиться. Да, я прихожу как такой дурачок, кто смотрит фонари. О, вот. Там, там, вот это красиво. А, там что-то не так. Ну, хорошо. А вот для меня, например, всегда показатели, когда меня спрашивают, тебе понравился спектакль или нет, я всегда говорю о том, что да, мне понравился спектакль, потому что я вдруг выключила этот профессиональный взгляд. У тебя то же самое. Вот если ты перестаёшь следить за тем, как это сделано, значит, тебя захватило само действие, да? Так и есть, конечно. Конечно, для меня спектакль вообще – это две вещи. Если я почувствовал себя внутри что-то, и если мне есть о чём думать потом, когда я посмотрел спектакль. А если я весь спектакль смотрел на декорации или актрису, которая там, не знаю, юбка короткая или что-то такое. Значит, не работает. Ну, это неинтересно для меня, но тогда мне не хочется в следующий раз идти на театр. Но да, если мне даёт какой-то смысл потом подумать о чём-то, не важно о чём, если мне это даёт думать, если я чувствую себя что-то внутри, это спектакль. Хорошо, а поговорим ещё о режиссёрах. Ты упомянул, что ты работал, вот ты несколько раз сказал, мы делали с Элмаром, с Синькоом. У тебя есть какие-то режиссёры, с которыми ты всегда готов работать, или художники, сценографы? Вот ты точно знаешь, что тебе всё равно, он тебя позовёт, и ты пойдёшь. Потому что там есть в процессе создания спектакля что-то, что тебе даёт новые возможности роста. Мне такие многие. Много, да? Да. Тебе везёт, значит? Да, да, мне везёт, это точно. Это только в детстве ты спросил, какой гонорар, а сейчас, наверное, всё-таки много у тебя причин соглашаться на работу. Это, конечно, Элмарс. Элмарс, в принципе, был режиссёр, который... Нет, самый первый режиссёр, который меня позвал работать, это Валдс Луриндж, первую «Ладгол». Но потом мы начали с Элмарсом. С Элмарсом очень приятно работать. Он всегда в труппе и коллективе. Он создаёт такое приятное ощущение работать, общаться. Да, так и сценограф. Рейнс Суханос, Рейнс Дзюдзилло, вместе с Кристой Дзюдзилло. Тоже мы делали много, в принципе. В последнее время всё, что они делают, мы всегда вместе. Вестерская Айриш, Моник Пуэрмалэ, Валтер Силл. Запоминайте имена. Да, да, да. Запоминайте имена. Если видите на афише, то стоит идти смотреть, если эти люди участвуют в спектакле. Так или иначе, да? Абсолютно. Да, да. И я сто процентов, что кто-то, кого-то не назвал сейчас, но таких людей много. Ну вот ты назвал Рейниса Суханова. И я тогда спрошу тебя про этот летний фестиваль «Валмеры». В этом году ты сделал там два спектакля или больше? Два спектакля. Да, один с Валтером Силлесом, второй с Элмаром Синьковым. Оба спектакля в открытом пространстве, под открытым небом, на улице. Что для тебя такая работа, когда ты не находишься в этой волшебной коробочке театра? Как для тебя придумывать это совершенно другое? Ведь там есть, ну начинались спектакли, еще уже был свет, заканчивались уже в темноте. Ну даже в темных сумерках, я бы сказала. Не в абсолютной темноте. Что это для тебя? Вот это вот освоение такого космоса. Ты космос греешь там. И космос греешь там. Тоже. Опять, это интересно для меня. Это опять другое пространство. Другие, ну вот я как-то. То, что там происходит? Нет, rules. А, условия. Условия, да. Другие условия. Ну, в принципе, это та же работа. То есть, у нас будет футбольная... Ты сейчас говоришь о спектакле «Победа» в мгновение «Победа». Да, в мгновение «Победа». Ну как? Да. То есть, у нас есть футбольное поле. Начали. Я понимаю какие-то технические вопросы, которые мне нужны, чтобы это сделать на этом большом пространстве. Это 60 на 30 метров. Дальше. Как мы это будем делать? Что нам надо сделать? Что для меня это... Это для меня интересно. Это опять что-то новое. Как и я, когда я еду на другой театр, это, в принципе, то же самое. Я в новом месте. И это для меня это новое. И опять что-то новое я могу для себя там брать. Да. Но я хочу тебя спросить про этот спектакль, про футбол. Вы же там очень классно скопировали, но совершенно другими, видимо, возможностями, картинку, которая существует в реальном футболе. Вот когда там ведут какие-то в прожекторы одного кого-то, который бежит. Это же живая такая картинка. Или вот эти вот прекрасные, когда ты приходишь на стадион, там же включаются. Вот мы сидим сейчас в студии у нас вот такие вот. А там же просто эти огромные совершенно. Сколько там ламп включено на стадионе, когда они делают... Включаются сразу, освещают все это пространство. Да, там нет. Вы же туда все это привезли, этого не было там, да? Конечно, конечно, там не было ничего. И даже мини привезли так много. Да. Просто наши... Возможности не у нас. Возможности были такие, какие они были. И мы придумали самый хороший вариант для этого. Вот если говорим об этом много, мне сразу была мысль об Маарс Зэме. Эл Маарс сделал танцевальный наш фестиваль в Даугавском стадионе. Ну вот там точно стадион. Там все эти лампы, которые когда играют в футбол. Там одна лампа, не знаю, 5 киловатт. И таких там 40 в одном столбе. И еще техник, которые мы привезли. Да, это спектакли, концерты, они разные. И если мы на Валморском фестивале, там было мало. Ну очень тонко и точно все было придумано. Ты все равно видишь эту картинку. Ну вот, да. Ты чувствуешь себя на этом матче в какой-то момент. И даже есть моменты, когда это... Когда немного, когда надо что-то придумывать. Это лучше, чем когда у нас там миллион. Скажи, а ты делаешь какие-то концерты или какие-то вот такие большие, ну откровенно коммерческие вещи? Они тебе чем интересны, если ты это делаешь? Опять, мне они интересны, потому что... Да, я делаю. Да, я делаю. И мне они интересны, потому что это для меня свет. Это моя работа. Но это опять что-то вообще другое. У меня было... Мы говорили об режиссере в Москве Анатолии Шульев, который меня позвал. И у меня тоже в интернете моя страница, где можно посмотреть там картинки. И он видел. И он мне звонил и говорил, что вот я ищу осветителя, который мне сделал бы спектакль, а не спектакль, а концерт, а не концерт. И это тоже что-то даёт. Это тоже что-то даёт. Каждый раз, каждый раз ты... И в концерт можно как-то, не знаю, похулиганить, похулиганить больше. Ну, потому что там посвободнее вот эти формы все, да? У тебя нет рамок в зависимости от движения актёров, от их размещения на сцене. Да, да. Там, в принципе, да, я мигаю с лампами, и музыканты стоят там, где они есть. Ну, да, это другая немножко работа. Что с танцем? Современный танец, хореография. Что это тоже? Ты же работаешь, да? Да. Ты делаешь спектакли. Это же вообще другое. Или для тебя это... Тоже другое. Там же больше нужно работать с телом, чтобы точно передавать, наверное, его движение. Да, то, что в театре сочетается ещё с голосом, с речью актёрской, то в танце люди этого лишены. И там надо очень точно понимать, как движется тело. Ну, да. Как это ловить. И как показать это тело, как он движется, как со светом я могу менять это движение. И как я могу её показать. Или... Я просто говорю, мне тоже очень нравится танец. Я не очень много работал с танцем. Но пару раз это было. Солга Штилхина. Меня позвали хореографы, которыми я работал в театре. Потом на свои спектакли. Они делают свой танцевальный спектакль. Это очень такая тонкая, чувственная история. И там свет... Я бы сказал, что даже роль ещё больше, чем в театре. Потому что там, да, там нету, в принципе, это звука, который внесёт актёр. Там только тело, танец, пространство, конечно, и свет. И тело меняется. Конечно, там... То, что мы делаем, там меняется всё, что нам нужно. Тело, пространство. Да, это тоже очень интересная история. Вот в этом отношении хочу спросить тогда тебя про этот спектакль Элмарса Синькова, который был в Алмире, Эсапини. Да. Там был и текст, но он был вполне такой, как бы сказать, не действенный, а декларативный скорее. Ну, там не было взаимоотношений между героями особенно. Но всё было как раз переведено в современный танец. Там прекрасная хореография в этом спектакле. И это всё было действительно сыграно на большой площадке эстрадной. Это же в первый раз был, да, спектакль на этой площадке? Да, да, да. Не было никогда раньше, да? Я не знаю. Да. Ну, вот я тоже посмотрела историю фестиваля и поняла, что там, наверное, проводились только когда-то какие-то большие мероприятия. Ну, да, да, да. И это было сыграно на этой площадке эстрадной. Такой довольно, ну, сложный спектакль с точки зрения высказываний, да, художника и актёров, которые там заняты. И здесь для тебя двойная работа. Здесь для тебя и вроде бы работа с такой драматургией, которую придумали в компании, да. И плюс ещё современная хореография. Это всё на очень небольшом сценическом помосте было сделано. Вот что я заметила ещё. Что вы как-то не побоялись в этом огромном пространстве эстрады, в общем, сконцентрировать, сконцентрировать всё на очень такой точке единственной практически. Ну, да, я думаю, что там тоже, там, это маленькая, но очень-очень чистая, там был сценограф Паулин Калнин, который придумал это. И всё было как-то очень просто. Сценография там, где она есть, в этом большом эстраде. И я бы сказал, что точно потому это было даже не очень сложно. Она там, она там лежит, она там есть. И мы ничего не придумали. Ну, само всё родилось там, да? Да, да. Был очень хороший спектакль, очень интересный, на мой взгляд. Вот я думаю, что сюжеты были на телевидении, и было бы здорово, если бы он как-то потом тоже мог бы быть сыгран. Потому что мне кажется, что так жалко всегда, когда всего два-три раза покажут спектакль, потом его нет. А он родился в основном на будущее. Вот не знаю, как Alf Sapiens, но я знаю, что спектакль Walters, он как-то в следующий год, мне кажется, тоже будет. Про футбол? Да, про футбол. Ну, потому что, конечно, у меня уже люди спрашивали, а можно ещё будет увидеть его или нет? После моего отзыва на этот спектакль. Да, да, но потому и это прекрасно, что такой фестиваль есть, и что Reigns это делает. И ничего, что это три раза в год этот спектакль можно видеть. Надо знать об этом и бежать быстрее туда. Да, да, да. Просто надо, мы знаем, что в следующий год он тоже будет. Имейте в виду. Да, имейте в виду. Ну, хорошо. Ну что, будем надеяться, что этот сезон, он сейчас сложно начинается тоже. И, например, в России отменяют спектакли очень часто, и премьеры отменяют многие, и переносят. В общем, всё очень непросто пока с этим всем вирусом непонятным. Да. Но будем надеяться, что сезон состоится, что он будет интересный и хороший, что будет работа. И тебе тоже будут какие-то новые открытия. Будет. Будет? Будет. Договорились? Хорошо. Ходите в театр, национальный театр, в котором служит художникам по свету, постоянная работа, Оскар Спаулиндж. Ну и следите за именами, которые мы сегодня назвали, потому что это значит интересно. Да, да. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Очень приятно. Жалко, мы тут не можем ничего посвятить, у нас радио. Хорошо. Спасибо большое. Ладно, спасибо. Всего доброго. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok